Судьба Башара Алясада осталась неопределённой в новом соглашении по Сирии, которое приняли 1 июля на встрече в Женеве. В документе по итогам встречи ничего не говорится об отстранении нынешнего президента от власти. Однако министры иностранных дел пяти постоянных членов СБООН заявили о необходимости формирования переходного правительства «на основе взаимного согласия». Под давлением России в документе был опущен текст об исключении из правительства любого, чье участие будет подрывать переходный процесс и ставить под угрозу стабильности объединения. Таким образом, согласно документу, в переходное правительство должны войти как представители оппозиции, так и правящей партии. Такое соглашение вызвало негативную реакцию сирийской оппозиции, которая уже сообщила, что не допустит к власти режим Асада. Между тем, из Сирии продолжают поступать сообщения о насилии. Недавно в социальных сетях была опубликована видеозапись обстрела небольшого городка недалеко от Хомса. На другой записи протестующие в Идлибе, которые призывают к свержению Башара Алясада.